Нас учили быть птицами, о-о-о-о! Луч света в темном царстве. Так можно назвать экспериментальную творческую студию «Виват Молодость», которая уже шесть лет существует в гарнизонном офицерском клубе. Не самые лучшие условия для репетиции, но это нисколько не смущает молодежь Петровского. Ведь клуб – почти единственное место, где можно провести свой досуг. Тянет творчество, мы все творческие люди. Абсолютно. Петь хочется петь. Тянет, тянет сюда. Я не знаю, как это объяснить. Здание было заброшено. Пришлось расчищать помещение, вспоминает Любовь Тихомирова, художественный руководитель студии. Она работала в этом клубе в 80-х годах. И именно Любовь Владимировну пригласили для того, чтобы воссоздать культурную жизнь городка. После того, как все было приведено в порядок, нужно было организовать так, чтобы здесь звенела музыка и звучал детский смех. Она стала искать местные таланты. Еду, думаю, тут мои красавицы идут. Это дети, тех детей, которые у меня занимались в 88-м году. То есть мои, по сути дела, внучки. И они все вместе идут. Я выскакиваю из машины, говорю, девочки, приходите в ГОК. А что, говорю, а я не знаю. Будем вместе думать. Что вы хотите? Они почесали репу и сказали, мы хотим петь. Первое мероприятие, в котором приняли участие, была Масленица. Собрались все жители поселка от мала до велика. Все истосковались по концертам и праздникам. Александра Хремцова посещает студию с самого основания. В ее репертуаре в основном лирические песни. Шесть лет, на самом деле, это же очень много. Это уже эпоха. Это практически как закончить институт высшее образование получить. Дмитрий, сын Любови Тихомировой, пришел в студию сначала, чтобы помочь маме. А после втянулся, тоже захотелось петь. Но на нем не только вокал, а также техническая часть и организация. У нас бывало, что и не было отопления. У нас прорывало отопление. Здесь было в зале 3 градуса тепла. Но девчонки все равно стойко ходили, репетировали. Они тряслись от холода. У них была великолепная вибрация от этого. Но, тем не менее, их это не остановило. Обваливался потолок, крыша протекала. Но это все мелочи. По сравнению с тем, какой заряд энергии получали, да и получают ребята, приходя сюда. Все в один голос утверждают, атмосфера тут волшебная. Здесь начинают петь все. Даже тот, кто раньше никогда этого не делал. Наталья Буслаева и я, дамя Елена Кошелева, Виднетова.